ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 14 вокальных коллективов из Москвы и Подмосковья приняли участие в хоровом фестивале «Калятки-2023». Мероприятие прошло в Христорождественском храме села Беседы уже в третий раз. В первую очередь, конечно, сплачивает наших прихожан. Они занимаются подготовкой к этому фестивалю, вместе что-то делают. И это их сближает, конечно. Но также мы после этих фестивалей получаем много новых друзей. Из других храмов приезжают хоры, с каждым годом все больше и больше. И мы продолжаем общение в течение года с ними. Привитие и развитие людям именно духовной, нравственной музыки. То есть все-таки надо возвращаться к нашим корням. И в фестивале это все-таки не конкурс, у нас нет соревнований хоров. У нас каждый хор что может, то поет. В фестивале приняли участие как профессиональные, так и любительские коллективы. Мы поем практически все. Мы очень любим красивую церковную музыку. Мы поем немножко джаза. Мы поем классику российскую, ну общую классику. Мы поем очень хорошие обработки собственного сочинения. У нас была целая программа, посвященная неуловимым мстителям. Особенность академического хора именно в его звучании. И тут особенность опять же в сочетании голосов, многоголосия. Это очень красиво звучит. Если мы берем какое-то новое произведение, то мы его разучиваем отдельно сначала с разными партиями. А потом все соединяем. Среди выступающих были замечены и вокалисты фольклорного ансамбля «Терек» из поселка Совхоза имени Ленина. Мы давно уже как бы увлекаемся своими традиционными песнями, изучаем все это. И народ никуда не денется от традиционных колядок. И когда мы увидели в интернете фестиваль колядки, нам очень сильно захотелось здесь побывать. Потому что все-таки в православии они более академично поют. А мы, конечно, будем отличаться. Академические камерные хоры с историей выступали бок о бок с новичками-любителями. Ансамбль «Вне и голос», как несложно догадаться, состоит из сотрудников предприятия «Газпром» «Вне и газ». Мы не профессионалы. Мы буквально несколько месяцев поем и будем петь несложную колядку. Пока еще мы не очень сплоченный коллектив, но мы идем вперед. Мы будем в дальнейшем выступать на фестивалях от «Газпрома». Мы, да, хотим дальше развиваться. Все участники рождественского фестиваля получили подарки и благодарственные грамоты. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого.